Встреча с самим собой принадлежит к самым неприятным. Когда сознание понижается на критическую величину, все монстры и чудовища, которые рождает спящий разум, выходят на поверхность. Суждения о людях никогда не бывают окончательными, они рождаются из итогов анализа, сразу же требующих пересмотра. Человеческая душа не предназначена для постоянного соприкосновения с душой другого человека, и с такой насильственной близости нередко родится бесконечное одиночество, терпеть которое предписано правилами игры. Если понимать счастье как отсутствие проблем, то самым счастливым придется признать покойника. Иногда мы приходим в жизни людей не для того, чтобы они нас любили, а чтобы дать им почувствовать, что они бесконечно достойны любви. 18 лет тому назад кое во что верили, через 10 лет не будут верить ни во что, даже и в старое вино. Вот уже третий раз я пишу вам о том, что люблю вас. Берегитесь, как бы в четвертый раз я не написала, что я вас ненавижу. Человек не создан для легкого счастья. Счастье похоже на сказочные дворцы, двери которых стерегут драконы. Надо бороться, чтобы овладеть ими. Никакое падение не может длиться бесконечно, рано или поздно человек достигает дна пропасти и либо погибает, либо пытается выбраться. Я слышал, как вы задавали вопросы каждому, кто убил свиные отбивные, бананы по какой цене, ты мой ангел. Гений — это ум, знающий свои пределы. Теперь я знаю, человек способен на великие деяния. Но если при этом он не способен на великие чувства, он для меня не существует. Нашедший себя теряет зависимость от чужих мнений. Если вы хотите вести счастливую жизнь, вы должны быть привязаны к цели, а не к людям или к вещам. Если бы только можно было оказаться в объятиях женщины, не оказавшись в ее руках. Истинная любовь не нуждается ни в симпатии, ни в уважении, ни в дружбе. Она живет желанием и питается обманом. Истинно любят только то, чего не знают. Сумасшедшая любовь проходит быстро, любовь двух сумасшедших никогда. Я не лягу спать, если он задерживается с работы, рыбалки или футбола. Я буду ждать у окна и греть ужин, пока он поднимается по лестнице. Любить, значит испытывать волнение при мысли о некой возможности, которая затем перерастает в потребность, настойчивое желание, навязчивую идею. Прощать надо молча, иначе какое же это прощение? Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя. Человек раскрывается в борьбе с препятствиями. Нашему поколению суждено знать, что такое цель. Но мы не сможем понять, в чем ее смысл. Человек ничего не делает просто так, он все делает зачем-то. Брак — это одиночная камера на двоих. В старости нет лучшего утешения, чем сознание того, что все силы в молодости отданы делу, которое не стареет. Каждый ребенок отчасти гений, а каждый гений отчасти ребенок. Находясь в одинаковых обстоятельствах, люди все же живут в разных мирах. Каждый художник — людоед, каждый поэт — вор. Всех убивают для вдохновения, а потом поют о горе. Судить о народе следует по его лучшим, а не худшим представителям. Самое приятное времяпровождение для женщины ждать любовника, точно зная, что он придет. Не думаю, что я так поздно стал отцом. Можно, наверное, ударить человека, но если ты бьешь его, зная, что он тебе не ответит, это удар по самому себе. Женщина начинает размышлять, только когда начинает говорить, а говорить начинает, когда начнет чувствовать. Ее ум — бухгалтер ее языка, а язык — секретарь ее сердца. Самый веселый смех — это смеяться над теми, кто смеется над тобой. У кого нет совести, у того есть все остальное. Сконцентрируйтесь на том, что вы хотите сказать себе и своим друзьям. Следуйте за своим внутренним лунным светом, не скрывай безумие. Вы говорите то, что хотите сказать, когда вам все равно, кто вас слушает. Депрессия подобна даме в черном. Если она пришла, не гони ее прочь, а пригласи к столу, как гостью, и послушай то, о чем она намерена сказать. Свободное общество. Это жалкая свобода. Свобода имеет ценность в политике, но не в морали. Правда, да, но не свобода. Это такое же непрочное понятие, как счастье. В морали мы все пленники, но название нашего лекарства — не свобода. Вот она, гордость и эгоизм. Люди всегда так, по самолюбию ближнего готовы бить топором, а когда их собственное самолюбие уколют иголкой, они вопят. Нет ничего могущественнее слова. Ряды сильных доводов и высоких мыслей невозможно прорвать. Слово разит свирепых и рушит крепости. Это невидимое оружие. Без него мир принадлежал бы грубой силе. Голый обед естественен для нас. Мы едим бутерброды реальности. Но аллегории — это так много салата. Не скрывай безумие. Философски смотрит на женщин тот, у кого их нет. Собственные успехи закрывают глаза, а вот чужие успехи их широко открывают. Кто открывает дверь школы, тот закрывает тюрьму. Умереть из-за отсутствия любви ужасно. Асфиксия души. Душа помогает телу, а в определенные моменты поднимает его. Это единственная птица, которая поддерживает свою клетку. Инстинкт объединяет женщин гораздо быстрее, нежели разум, мужчин. Музыка выражает то, что мы не можем сказать и то, о чем невозможно молчать. Даже когда нельзя надеяться, всегда есть какая-то надежда. Вопреки любой безнадежности, даже самое невозможное иногда может оказаться возможным. Продолжение следует...